ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госавтоинспекторы недовольны тем, как в Кирове чистят улицы. Такая ситуация повторяется каждую зиму. Наиболее распространенные недочеты, большие сугробы рядом с пешеходными переходами, у остановок общественного транспорта, снежная каша на проезжей части и лед. В декабре прошлого и в январе нынешнего года ГИБДД привлекла к административной ответственности пять должностных лиц и шесть организаций. ТРАССА СТО ОДИН Включение в ПДД такого понятия, как средство индивидуальной мобильности, по всей видимости, откладывается. Власти никак не могут утвердить окончательный список требований, которые будут предъявляться к электросамокатам, гироскутерам, моноколесам и другим современным устройствам. Предложения все поступают и поступают. Одно из последних – оснастить СИМы специальными чипами, благодаря которым автоинспекторы смогут считывать информацию о них. Мощность мотора, максимальная скорость и так далее. ТРАССА СТО ОДИН Вот это новость. Самый дешевый в нашей стране новый легковой автомобиль «Лада Гранта» перестал быть лидером продаж. Пальмо первенства модель удерживала чуть ли не три года. По итогам января на вершине оказался «Киа Рио», который стоит сейчас 850 тысяч рублей без учета скидок. Минимальной цене «Гранты» – полмиллиона. Бронза в первом месяце 2021-го досталась «Ладе Веста» от 704 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Продажи новых машин премиального сегмента в России в последние годы росли, однако пандемия приостановила эту тенденцию. В 2020-м наши соотечественники купили автокласса «Люкс» на 15% меньше, чем в 2019-м. Всего 1100 с небольшим штук, информируется агентство «Автостат». В топ-3 наиболее востребованных марок попали «Майбах», «Бентли» и «Роллс-Ройс». Далее по убывающей идут «Ламборгини», «Мазерати», «Феррари» и «Астон-Мартин». ТРАССА СТО ОДИН Власти российской столицы не отрицают, что в будущем проезд по некоторым московским дорогам будет платным. Первые эксперименты должны пройти до 2025 года. Нет, в «Мегаполисе» не собираются ставить шлагбаумы и пункты оплаты. Она будет бесконтактной на основе технологии радиочастотной идентификации. Для этого автомобили потребуется оснастить транспондерами. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова